Всем добрый день! Здравствуйте! Всех приглашаю на минутку поэзии от Нирваны. Сейчас я буду читать стихи свои, пить чай, курить и просто делиться с вами своей атмосферой, своей романтикой, которая вот так вот происходит в моей мастерской, на моей кухне, в моём кабинете. Я сделала из квартиры кабинет и мастерскую, но по-другому я жить не могу. Везде, где я появлялась, везде всё превращалось в мастерскую. То есть ни о какой чистоте, порядке речи нет. Так, просто атмосфера такая творческая, богемная, я бы даже сказала. И сейчас я приглашаю вас послушать моё литературное творчество. Придавали меня те, кто прежде со мною возлежали и ели, обнимали рукою, целовали уста, в грудь себя ударяли, придавали меня и на улице не узнавали. И с тоскою на сердце понимаю порою, сколько Господа я предавала с лихвою. Цепь обетов с собой волоча по дороге, неисполненность воли преступлений пред Богом. Мало мне наказаний, счастья мира не нужно. Полоскаю в страданиях свою грязную душу. По бесцветным асфальтовым снам босиком иду, в белом рубище, как щиток, по рукам, по ногам, крест невидимый, я окутана. Потому я была опалённая, что главу свою непокрытую целовать позволяла бессонную, неразумную, позабытую. И ласкали меня руки вражи, и трепали мои тёмные локоны. Но души моей, пламенно плачущей, не познали разочарованной. И когда я со дна смердящего всё молилась ему, незнакомому, хлынул дождь омывающей вражи, поцелуев отметины чёрные, и, вручая себя ослеплённую, высшей воле, святой и всесильной, называл он меня наречённую. Подарил мне цветок, белую лилию, и когда мне кричат одиночество, и когда на меня взоры пялятся, я усерднее кутаюсь в рубище, о возлюбленном стану печальца. Мой же ниши люблю, ясноокий мой, подаривший любовь в меня нетленную. Отведи от меня, погаси, успокой, все мечты непотребные, бренные. О, глупец! Я сам выбрал ад. Разве не сам я разрушил преграды? Стал я ребёнком греховной услады, скорби забывшей небесной. Может быть, зря торопился, выбрав такую беспутную роль. Всё, чем я жил и к чему так стремился, всё лишь туман, безысходная боль. Ночь, а по крыше бродит голубка. Мелом рисую крылья луны. Всё, что случается, это всё надо для продолжения синевы. Я торопился, я глупый и возможно. Ад переполненный принял меня. Но не любить тех, кто здесь, невозможно. И не скорбеть о потерянных днях. Люблю часы безмолвья, забытые, ночные, когда реальности оковы с себя исчерпнут, словно сплетни злые. Когда вдали туманной какой-то сон меня зовёт собою и кажется мне странным весь этот мир с его камнями и листвою. Люблю часы забвенья, в часы забвенья угадывать знакомые до боли желания, успенья для мира этого. Но лишь в его юдоле жить, в его Иерусалиме горнем жить вечно, то есть созерцать. Но как забыть себя и вырвать с корнем грех, взлететь, летать? Но как себя преодолеть? Как жить, чтобы достойный умереть? Не возьмёшь моего румянца, не залечишь мои мозоли и не выиграешь в этом споре. Я любви обещала танец, я струне обещала голос, а перу обещала строчку. На голове моей считан волос, я спою и возьму отсрочку. Не возьмёшь моего героя, не отнимешь моей надежды. От ума нахлебалось горе, от безумья теперь победы. Я смакую тебя глотками, много сахара, больше соли. Посрываю свои медали и победу сменяю на волю. И на камне цветы прорастают, когда человек не боится собой быть, когда человек не боится дружить с собственным сердцем. Оно ему отвечает и мудрый даёт совет. Не стесняйся прощать, не стесняйся любить. Забытая мечта, растоптанная решимость. Скорей уйти от зла, когда-то поспешила. Закрыться и молчать. Ещё не видно, ещё не время видно. Мне разрешили подождать, но всё ж за всё мне стыдно. От совести не скрыться, завидимой завесой. Кругом чужие лица ликуют в сердце бесы. Страданиях не утешит все видимые блака. Когда-нибудь мне грешной откроется дорога. О, пресвятая Богоматия, избранный цвет отеческой любви. Я нищенка без благодати, а ты царица неба и земли. Душа моя полна смятенья, обид, уныния и мглы. Прости мои грехопадения, и боль, и злобу умягчи. Сквозь слёзы вижу ужасась, близ сердца твоего моя стрела. Прости, владычица благая, что от меня ты рану приняла. И от угара зла очнувшись, я пред тобою предстаю. А ты, десницу своей коснувшись, иной даровала мне стезю. Мой город мирно засыпает. День догорел дотла, и только ночь со мной встречают лампада и луна. Я совершенство угадала, цветов, детей и слов. Теснины жизни пожелала, каменьев, стрел и роз. Ночное крестное стояние, дороже сонных утр. И всё житейское познание не стоит вечных двух. Помилуй, Господи, словес. И всё мирское ликованье не стоит умиленных слёз. Молитвы ночь, глубины покаяния. Мысль моя, летящая по свету, упадёт на дно, где буду я. Чей-то голос, яростный и светлый, призовёт к ответу странницу меня. Отряхну я пыль с котомки старой и достану рукопись свою. Вслух прочтя роман немой и странный, в ожидании замру. Ветер лишь навстречу хлынет, и зарвёт в клочки он сей роман. И меня над бездну поднимет, и меня осудит за обман. Полчища коричневых муринов, веселясь, освищут мой приход. Ну а чтобы я о жизни не молила, зацелуют рот. Буду я оставленная всеми, ослабевшей, опускаться в недр черноты. Слепнуть от исчадия затменья, глохнуть от печали и тоски. Буду звать кого-то, плакать, бредить, буду клясться на своей крови. Лучше б я тогда умела верить и терпеть, и звать, благодарить. От страха к надежде, от веры к любви. Удушливое совершенство заложено в моем.